Можете рассказать о времени. Вы пишете, что суть управления временем состоит в изменении его скорости и вибрации. Также вы писали, что Игорь Арепьев сжимал время и пространство расширялось. Касательно решения проблемы в организме, как можно применить работу со временем? Хорошо. Прежде всего, давайте определимся, что такое есть время. Время есть последовательность квантовых элементов сверхсветовой реальности, устремленных в физическое пространство их проявления. Ну, это как если есть экран, есть проектор, и еще до того, как на экране что-то возникает, какие-то картины, образы, фильмы, в проекторе уже начинают выстраиваться последовательно определенные пиксели информации, вот эти самые кванты, и квантовые элементы, и они выстраивают линейную последовательность этого проявления. То есть это такая космическая кинематика. А управляет всем этим процессом сознания. Поэтому, ну, конечно, сознание, которое знает, осознает свою роль управления. Поэтому и управляет. Если оно не осознало свою управляющую роль, оно ничем управлять не будет. Вот поэтому через сознание можно управлять процессом проявления событий. Вот этими квантовыми элементами. Время неразрывно находится в неразрывных отношениях с пространством. Но зависимость – это обратное. То есть если времени больше, то пространство всегда меньше. Если время мы сжимаем, то пространство расширяется. Используя эту зависимость, фундаментальную зависимость, можно создать технологию, опять же говорю, через развитое осознанное сознание, технологию управления этими процессами. Например, нам в организме показывают опухоль. Ну, опухоль и опухоль. Что с этим делать? Если мы найдем центральную точку времени, это уже к тому событию, которое вы обозначили, и начинать ее растягивать время, то есть мы растягиваем время, то, что в обратной зависимости пространство начинает сужаться. Оно стремится к точке. То есть к тому, из чего возникло. Все возникает из точки. И тогда та сущность болезни, которая в этой опухоли образовала весь процесс, а сущность болезни – это программа. То есть эта программа становится видимой. А поскольку у каждой программы есть как бы свое символьное обозначение, она может в виде змеи появиться, паука какого-то ужасного, рака, то мы по этим символам можем определить, что это за заболевание, какая его, так сказать, особенность этого заболевания. И работать надо именно с программой. То есть если мы изменим программу, то есть образ той же змеи, там, расфермируем его, там, впрочем, распадется и сама программа. То есть вот вам как бы технология работы со временем, с частотой времени, вибрациями, так сказать, ну и одновременно и с пространством и сущностью болезни.